Машина улица Зефир. Это первое, что увидят полиция и сотрудники администрации, когда приезжают на улицу Челюскинцев. Здесь процветает лоточная торговля. Завидев камеру, водитель прячет лицо под дождевиком и начинает быстро складывать лоток. Ведь прогноз для него неблагоприятный. Разрешения на торговлю нет, договор аренды тоже. В итоге протокол. Я лично торговлю не осуществлял. Я в данный момент разгружал машину. Давайте я разгружал машину. Пишите, пишите. Несмотря на отговорки, мужчине грозит штраф от полутора до четырех с половиной тысяч рублей. Местные жители говорят, Зефир у него очень вкусный, в магазине такой не купишь. Но сам вид рынка оставляет желать лучшего. Просто вот к мелким, которые сидят здесь, как, знаете, вдоль трассы какой-то, я отрицательно отношусь. Я нормально отношусь к тому, что здесь бывают продукты, которых сложно купить в магазине. Я имею в виду даже вот где-то по качеству. Все, кто торгует на улице, они торгуют незаконно. То есть у нас разрешена торговля или в стационарной сети, или не в стационарной. Если мы берем нестационарную сеть, это павильоны, киоски, то они должны иметь правоустанавливающие документы на занимаемый земельный участок. Специалисты отмечают, лоточников в Самаре становится меньше. Видимо, ежедневные рейды и штрафы свое действие выземили. Лоточная торговля в Германии запрещена. Что, заниматься лоточной торговлей? Не надо. Мы лоточными не торгуем. Мы легализуемся. Все, переходим на легальную торговлю. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова